МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День с толком в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ограниченные возможности. Кому министр труда сегодня вручил инвалидные коляски? В принципе, я на коляске сижу по 16 часов. Да. В сутки. И кто все еще в них нуждается? Не втерпешь? О чем думают жители Бурнаула, прогуливаясь по набережной? Мужчины могут ходить где, женщинам, единственного ряга. Вон там, в самом речном вокзале, туалет немножко. Возьми в дорогу. Памятники деревянного зодчества. Интересно и полезно ли гулять с электронным попутчиком? Министр труда Максим Топелин приехал на Алтай с рабочим визитом. Курирующий наш край чиновник намерен разобраться с низкими доходами населения и с безработицей. Сегодня Топелин провел большое совещание, посвященное подготовке проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края. Документ, к слову, должен быть готов 1 сентября. А в первой половине дня министр труда вручил ключи от 15 микроавтобусов, предназначенных для перевозки маломобильных граждан социальным службам края. Автобусы оборудованы новейшими подъемными механизмами для крепления инвалидных колясок. Машины имеют полный привод, что очень важно для сельской местности. Они обошлись федеральному бюджету более чем в 28 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Люди с ограниченными возможностями здоровья получили. Сегодня из рук министра труда Максима Топелина кресло-качалки «Инвалидное кресло средства реабилитации» закупило региональное отделение Фонда социального страхования на федеральное средство. Все ли инвалиды в регионе обеспечены инвалидными колясками, выясняла Валентина Аскерова. К этой коляске Михаил Алапин оприковал несчастный случай. Почти 30 лет назад он упал с обрыва. А встать на ноги больше не смог. Мужчина рассказывает, что жизнь разделилась на до и после, но он нашел у себя силы жить дальше. Женился, воспитал детей, а сейчас помогает брату, сидя в инвалидной коляске, строить дом. Раньше передвигаться самостоятельно на инвалидном кресле не мог, только с помощью супруги. Но сегодня Михаилу подарили автоматизированное спецкресло. На нем достаточно нажать кнопку, и можно свободно гонять по городу. Современную новинку Михаил ждал большую часть жизни. В принципе, я на коляске сижу по 16 часов в сутки. Поэтому, конечно, это самый сейчас важный инструмент для меня. Но это не подарок, а, я так понимаю, нормальное отношение. Помимо инвалидных кресел, министр труда Максим Топилин вручил современные прогулочные коляски трем детям с ДЦП. Всего на средства реабилитации инвалидов в этом году выделено почти 400 миллионов рублей федеральных средств. Как поясняют пресс-службы Фонда социального страхования, на сегодняшний день все люди с ограниченными возможностями здоровья в регионе обеспечены инвалидными креслами. Возможно, так оно и есть, пояснила в телефонном разговоре Ирина Яковенко. Девушка прикована к инвалидному креслу почти 10 лет. Правда, добавила, власти совсем не учитывают тот факт, что коляску выдают сроком на 6 лет. Об негодность она приходит гораздо раньше. То есть все те, у кого кресла сломались, ломаются не часто, отметила Ирина Яковенко, так как зачастую купленные у китайских производителей, вынуждены сидеть дома и ждать подарка. К слову, чтобы приобрести простенькую инвалидную коляску, нужно порядка 30-40 тысяч. Таких денег у инвалидов точно нет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Не исключено, что ехать по Барнаульским дорогам к министерскому кортежу сегодня пришлось долго. Все синхронно. Коммунальщики согласовали с дорожными службами работы по реконструкции теплосетей и сетей водоотведения. Так что теперь новый асфальт на дорогах останется целым, так как работать решено одновременно. О том, когда летних пробок в городе станет меньше, в нашем сюжете. Большой ремонт. В этом году в городе участки своих сетей перекладывают сибирская генерирующая компания и Барнаульский водоканал. Все работы были заранее согласованы с мэрией. Не только для того, чтобы предупредить водителя о перекрытии важных транспортных артерий, но и чтобы сработать синхронно с дорожниками. При подготовке к ремонтной компании мы всегда со всеми нашими инженерными службами. Это не только СГК, это водоканал, это сетевые хозяйства, это газовики. То есть мы всех собираем, раздаем наши планы и получаем обратную связь о том, где планируется работа уже у собственников сети. Тем самым, как бы происходит синхронизация. Значит, не будут раскапывать уже уложенный асфальт и автомобилистам не придется еще полгода ездить по Щебню. Синхронно завершат работы по замене участка теплосетей на пересечении Ленина-Пионеров. По ремонту коллектора на участке Ленина-Чкалова и на улице Аванесова. Кстати, на последнем участке значительно сократить площадь открытых работ удалось за счет метода горизонтально направленного бурения. Если бы мы открыто раскопали, вы бы здесь увидели такую же ситуацию напряженную с коммуникациями, которые лежат параллельно поперек дороги и всяко разных по диагонали. Поэтому работать было принято решение методом ГНД. Кстати, работы на участке Ленина-Чкалова завершат 4 августа. А на новом рынке движение полностью откроют уже 3 августа. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Следственное управление выясняет причины загрязнения пивоварки мазутом. Как сообщается на сайте ведомства, предварительно установлено, что с территории кирпично-асфальтового завода, расположенного на улице Силикатной, был осуществлен сброс ГСМ в реку Пивоварка, что предоставляет угрозу загрязнения водоема и может повлечь причинение вреда окружающей среде и здоровью. Следователи выясняют обстоятельства и устанавливают виновных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, жители Барнаула выложили в соцсети видео, на котором в водоем попадает мазут. Не исключено, что его сливает одно из предприятий города. Завод, расположенный рядом с пивоваркой. Но, правда, на самом заводе это отрицают. Проводится доследственная проверка. Также расследование ведет Росприроднадзор. А жители и гости города теперь могут делиться впечатлениями в книге отзывов о Нагорном парке и набережной Аби. Здесь также можно вносить предложения по благоустройству территории, где-то высадить деревья, а где-то установить архитектурные формы. Наши корреспонденты тоже решили поразмышлять, как улучшить место отдыха. И задумались об эстетике, но мысли о прекрасном перебила физиология. Ведь на набережной банально не хватает туалетов. На поиски отправилась Ирина Корчагина. Сердце туристического кластера. Визитная карточка города. Многомиллионная и многими любимая набережная. Предполагалось, что одновременно на ней и в целом на Нагорном парке может находиться полторы тысячи человек. Только есть один щекотливый момент. Давайте представим, что сейчас поздний вечер. И куда пойдут эти полторы тысячи человек, если захотят справить нужду? На карте видим. Вдоль набережной три кабинки. Еще один туалет в Нагорном парке. Разбираемся. Здесь они платные по 20 рублей. Работают обычно до 10 часов вечера. Еще нету 9 часов, а этот туалет уже, например, закрыт. И, к счастью, телевидение пока еще не научилось передавать запахи миазмов. Состояние на минуточку платных туалетов вызывает вопрос. Например, зачем здесь раковина, если нет воды? И это не самое страшное. Не выкачивают. Редко выкачивают. Уже обеих вот туалет. Ну, соответственно, и запах. Да. Взару вообще сильный запах. Туалет в Нагорном парке, на удивление, оказался бесплатным. Уборная живет на пожертвования прихожан храма. График работы до 8 часов. И теперь главный вопрос. Где же почувствовать облегчение после 10 вечера? Ведь в это время, особенно летом, на набережной еще много людей. Уходили, наверное, ближе к воде или в кусты, или к камням, там как-то, не знаю. Города там вообще удивились, что в Нагорном парке не хватает туалетов. И добавили, за их состояние мэрия не в ответе. Места для кабинок сданы в аренду частному лицу. С одной стороны, проблемы вроде бы и нет, если не считать, что в туристическом кластере по вечерам приходится ходить по нужде в кустике. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Своебразную экскурсию можно совершить в Залесовский район края. Здесь 3 августа в селе Борисово пройдет 3-й межрегиональный фестиваль национальных культур «Илгань-Вастама», что в переводе с мордовского означает «встреча друзей». Впервые мордовский праздник провели и в 2016 году, а годом позже географию участников расширили и праздник перерос в фестиваль. В этом году свои национальные костюмы, песни и обряды представят коллективы не только нашего края, но и Кемеровской, Новосибирской областей, а также москвичи. Специальный гость – солист мордовской государственной филармонии Андрей Бочканов. Гостей фестиваля ждет и большая развлекательная программа, мастер-классы по плетению поясов, изготовление народной тряпичной куклы. Можно научиться лепить национальные мордовские вареники с необычной начинкой из обжаренного лука, мака и свежей капусты. Напомню, фестиваль пройдет 3 августа. А в известном приложении «Картия Дубльгиз» появился виртуальный экскурсовод по Барнаулу. Маршрут для самостоятельного изучения разработан компанией совместно с городским отделом по развитию туризма. Как это работает, проверила Полина Жданова. «Узнай Барнаул сам». Так называется экскурсионный маршрут в мобильном приложении «Дубльгиз». Его создатели говорят, что с помощью этой программы турист может самостоятельно изучить город, не прибегая к услугам экскурсовода. Мы решили проверить, насколько это удобно. Открываем приложение, находим раздел «Интересные места» и далее выбираем подборку «Узнай Барнаул сам». Изучаем список исторических памятников и прокладываем желаемую тропу. Правильно ли держим путь, покажет навигатор. Если нажать на изображение парка или мемориала, можно прочитать историческую справку. Однако не все жители и гости города одобряют прогулки с помощью гаджетов. «Походить – это уже не то, а то вживую – это по-настоящему, увидеть природу, например, здание посмотреть». «А чем экскурсовод помогает в этом случае?» «Он рассказывает, историю рассказывает, рассказывает, как правильно там все это создавалось». «Интересно, когда человек рассказывает тебе что-то интересное за этот город. Как бы так вот». «Мы сами гуляем. Мы достаточно свободно приедем в этом случае. Нас не сковывает экскурсовод, наши действия». Прогулка начинается от Демидовской площади. В список интересных исторических мест также вошли пешеходная улица Молотобольская, ресторация «Горная аптека», Нагорный парк, набережная. Всего 12 культурных объектов. Завершается самостоятельное путешествие по Барнаулу на Купеческой улице, Льва Толстого. Историки говорят, маршрут достаточно компактный и удобный, но его можно расширить. В городе намного больше интересных мест. «Памятники деревянного зодчества, который у нас находится и на Красноармейском, и на Ползуново, и на Анатолий, на Интернациональной. Я бы включил туда и памятники истории и архитектуры советского периода. Это район проспекта Ленина, площади Советов, площади Октября. Я бы включил туда и некоторые памятники промышленной архитектуры, такие как, например, дрожжевой завод». Приложение, уверены экскурсоводы, не составит им серьезной конкуренции. Они считают, что программа хороша для популяризации городского туризма. А вот дополнительные факты и легенды можно узнать только от профессионала на организованной экскурсии. Подытожим. Если вам нравятся долгие пешие прогулки, лучше всего обратиться к экскурсоводу и узнать об истории Барнаула более подробно. Но если у вас мало времени, а вы хотите прогуляться по красивым местам, открываете приложение и вперед. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. Ну вот гулять не самое время, разве что на короткие расстояния. На смену затяжной дымки в Барнаул пришла аномальная жара с максимальными температурами воздуха плюс 30 и выше. Это значит, что, как и при смоге, следует уделить внимание своему здоровью, особенно пожилым и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими хроническими заболеваниями. Прежде всего, эксперты советуют воздержаться от пребывания на солнце в течение всего дня. Если все же приходится работать, обязательно пейте больше воды. Ею же, кстати, можно себя поливать, чтобы помочь организму выделять лишнее тепло. Не напрягайте, говорят врачи, головными уборами. Носите правильную одежду, желательно светлую, из дышащей натуральной ткани. Ну и не перегружайте организм тяжелой пищей. Стоит отказаться от жирного, соленого и сладкого. По предварительным прогнозам синоптиков, жара в Барнауле продержится до 4 августа включительно. Ну вот так ли это узнаем через несколько секунд о погоде на среду. Прямо сейчас спонсор прогноза компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи.